Купил я одну из самых дешевых игровых клавиатур стоимостью в 10 баксов. Бренд Rail L модель 8710. Здесь 10 баксов и реально фирменная классная упаковка. В комплекте гарантийный талон. Естественно в комплекте инструкция на украинском языке, на русском языке и на английском. Основные ходовые языки в комплекте. Самый торжественный момент. Кабель в оплетке. У нас сразу встречает USB подключение. Я думаю к кабелю мы точно возвращаться не будем. Кабель реально хороший. Слушайте, первые впечатления вот только достал. Это реально обалдеть. Вот тут реально классно, когда ты покупаешь какой-то недорогой товар и он тебя просто удивляет. Один из последних обзоров это у меня была механика от Heavit, которая реально стоила 300 гривен. По факту 10 баксов, она стоила 30. И вот здесь ну прям вообще не хуже. Во-первых она тяжелая. Эти 800 грамм реально тут ощущается. Мне кажется она даже тяжелее, чем моя Heavit. Что мне как раз вот тебе сюда, ссылку к этой Heavit сделать, шрифт. Посмотрите какой классный здесь шрифт. Реально крупный, я не знаю, как на бабушках фонах. То есть реально крупный, очень шрифт, хорошо пропечатанный. Это не наклеечка, то есть подсветка будет с под клавиш просвечиваться. Слушайте, ну внешний вид реально бомба. Клавиатура мембранная, не механика. Давайте поклацаем. Слушайте, ну прям очень хорошо. Реально. Там мембран у меня различных много было. У меня еще и канала по-моему не было. У меня же клавиатур несколько было, там штуки 3-4. Но вот ощущается, чтобы вы понимали, да, то есть тугой ход. То есть не просто вы нажали и клавиша провалилась, а чувствуется именно сопротивление самой мембраны. Из возможных минусов могу отметить, не все это любят, да, укороченный бэкспейс. Пластик реально очень хороший. Вот эта вот металлическая пластина крашена и есть, как вы видите, какие-то прорези, рисунок. То есть скорее всего сквозь них, наверное, будет еще и подсветка. Так, что у нас? Ну а с тыльной стороны просто вот реально кусок металла, да, то есть получается вот у нас металл, и тут походу тоже металл, потому что оно холодит. И ножек нет, да, то есть откидывающихся ножек нет. Я, в принципе, всегда клавиатурой пользуюсь, я ножки откидываю, чтобы она чуть повыше была. То есть для меня это не критично, что тут уже высота задана. То есть для кто привык, что клавиатура должна лежать плоско, вот сразу, возможно, для вас это будет минус. Итак, друзья, клавиатуру я подключил, уже разобрался, настроил. Теперь, чтобы показать вам режимы подсветки, которых здесь реально мало, я выключаю свет. Бац! Так, для того, чтобы нам включить или выключить подсветку, есть клавиша ON-OFF. Эта подсветка выключена. Эта подсветка включена. Регулируется уровень яркости. Мы нажимаем Fn, Page Up или Page Down, то есть это от большего к меньшему. То есть вот подсветка выключена. Это минимальная яркость, это средняя яркость, максимальная. То есть всего лишь три режима яркости. Также здесь доступен режим, который называется дыхание. Мы нажимаем Fn, плюс клавишу ON-OFF, включить-выключить. И происходит вот такая вот анимация. Как-то редактировать мы ее не можем. Мы не можем задать ей скорость, то есть как-то цвета поменять. То есть вот, чисто вот так. Все. То есть, по сути, здесь два режима яркости. Это вот дыхание и классический, скажем так, режим. То есть задать какой-то цвет, там, к примеру, чисто сделать ее красной, зеленой. Нет, здесь нельзя. То есть вот такой вот градиент. Все. Для кого-то это может быть минус, для меня же нет. То есть, в принципе, у меня были клавиатуры с огромным количеством анимаций. Это та же, Heavy, да. Но я ими не пользовался, они, скажем так, даже отчасти раздражали. Круто, что есть. Кому-то может это нравится. Мне нет. Мне нужна именно чистая подсветка для того, чтобы ночью поработать и, скажем так, яркости здесь для ночной работы более чем достаточно. Ни меня не отвлекает, ни рядом, если кто-то там находится или спит уже там, тем более, да, то есть эта подсветка отвлекать не будет. Также из функции здесь есть такое. Нажимаем Fn плюс клавишу Windows. Загорается вот такой вот индикатор. Это заблокировалась клавиша Windows. Эта функция полезна будет для тех, кто играет в видеоигры. Когда идет ожесточенный какой-то бой, вы можете случайно, вместо, к примеру, Ctrl, там, приседок, Apple или Alt, вы можете нажать клавишу Windows и, естественно, вас выкинет из игры. Чтобы этого не случилось, здесь предусмотрена функция блокировки этой клавиши. Вы заблокировали теперь при нажатии на нее, на мониторе ничего не происходит, собственно, и из игры нас уже не выкинет. По качеству сборки однозначно 5 из 5. Русский шрифт, английский шрифт, все элементы расположения, все здесь отлично тоже. 5 из 5. Единственное, это скудный набор подсветок. Вот сюда еще добавить режим, который мне нравится, да, то есть, если можно было задать чисто ее зеленым цветом, там, красным, желтым, это было бы вообще просто бомба. Что я могу сказать точно, это то, что за 10 баксов у вас вряд ли получится купить на Алиэкспресс офигенную клавиатуру, что-то подобного типа. Что-то металл, что-то было, что-то расположение шрифты, все, качество сборки тяжеленькое, классная такая была, я думаю, что вы не найдете. С вами, как всегда, был Димон, всем удачи и до встречи в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА